Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, я хотел бы тоже присоединиться к поздравлениям Павла Николаевича с его юбилеем. К сожалению, я не смог до него дозвониться. И, кстати, напомнить, что сегодня, кстати, день рождения Сергу Арджоникидзе. Это один из выдающихся советских государственных и партийных деятелей, который стоял у истоков нашей великой индустриализации. Кстати, вот такие даты я бы на месте руководства КПРФ широко освещал. Потому что это лишний раз будет показывать те выдающиеся достижения советской власти и тех вождей, которые вывели нашу страну на, в прямом смысле, за облачные высоты, которые никогда российская цивилизация не достигала ни до, ни после. Теперь по существу. Меня попросили выступить, немножко рассказать об истории Народного фронта. Дело в том, что хорошо известно, что еще в горниле гражданской войны был создан коммунистический третий интернационал. Создавался он как штаб по подготовке мировой пролетарской революции. Но после окончания гражданской войны, а особенно после поражения ноябрьской революции в Германии 1923 года, Коминтерн круто меняет свою тактику и постепенно отходит от тактики Народного фронта. Более того, стараниями Зиновьева, Пятницкого, Таршица и ряда других руководителей исполкома Коминтерна, вот эта тактика Народного фронта, она фактически превратилась в отрицание какого-либо союза с профсоюзным и левым движением вообще. Более того, тогда возникает небезызвестный термин «социал-фашисты», который прикрепили ко всей западноевропейской социал-демократии. Конечно, вот эта тактика Коминтерна в тот период, она, ну прямо скажем, негативно сказалась на деятельности всего мирового рабочего и коммунистического движения, прежде всего в Европе. К сожалению, в годы Горбачевской перестройки нашлась целая свора яковлевских, агитпроповских шакалов, которые начали на все лады лгать о том, что эту политику проводил Сталин. На самом деле проводником этой политики был Пятницкий Таршец. Сталин к этому никакого отношения не имел. Это в очередной раз грубейшая была фальшивка и ложь. Сталин-то как раз нацеливал руководство Коминтерна на поиски путей согласования деятельности с разными рабочими партиями, профсоюзами для создания единого фронта. Особенно эта работа со стороны Сталина, Молотова, Жданова и руководства ВКПБ усилилась, когда в Германии к власти приходит Гитлер. У него несколько встреч было на сей счет с Георгием Димитровым. Ну и хорошо известно, что в июле 1935 года на 7-м конгрессе Коминтерна Димитров произносит свою знаменитую речь, где прямо дает определение фашизма, которая ни в коем случае не потеряла своей актуальности и значений сейчас. Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее шовинистических кругов финансового капитала. Точка. Вот я читал документы к этому пленуму и абсолютно согласен с той оценкой, которая там дана. Дело в том, что в условиях глобального кризиса империализма происходит реальная фашизация многих режимов на всем континенте. И, по сути дела, вот эта фашизация является последним прибежищем негодяев, которые в критических условиях будут и дальше закручивать гайки. И вот в условиях этого закручивания гаек, естественно, проблема Народного фронта, то есть объединение всех левопатриотических сил становится как никогда актуальной. В этой связи я хотел бы обратить внимание на профсоюзные движения. Дело в том, что у нас сейчас значительная часть профсоюзов находится в составе так называемой Шмаковской ФНПР. То, что эта организация давно и плотно сотрудничает с фактически делом профсоюзом наших олигархов, РСПП, это всем хорошо известно. Шохин со Шмаковым даже в один день получали свои ординаты за заслуги перед Отечеством. У меня сразу возникает вопрос, перед каким Отечеством. Надо в скобочках все-таки во время подписания этих указов указывать, о каком Отечестве идет речь. Так вот, мне кажется, что вот в нынешней ситуации вопрос о работе коммунистов в левом профсоюзном движении, он чрезвычайно актуален. Может быть, даже может быть, поставить вопрос о создании параллельных профсоюзных организаций, которые будут действительно реально вести борьбу за экономические права трудящихся. Но при этом не надо, конечно, скатываться и в так называемый тредюнионизм, то есть отстаивание исключительно экономических прав работников, наемного труда. Все-таки коммунистическая партия, и Ленин на это указывал, только она способна привнести в рабочие движения вот это осознание политических интересов рабочего класса и политической борьбы, как непременного прихода коммунистов к власти. Дальше. Я бы здесь отметил еще одно важное обстоятельство. Мне кажется, что коммунистам сейчас надо актуализировать вопрос о борьбе за национальный суверенитет. Я напомню, что в октябре 1952 года на 19-м партийном съезде Иосиф Исарионович Сталин выступал в заключительный день работы этого съезда и произнес коротенькую 12-минутную речь, но она по своему значению. Тогда, видимо, многими не была понята, как и сейчас многие не понимают содержание этой речи. А суть его выступления была проста. Сейчас буржуазия продается за доллары. Если раньше она была вождем нации, лидером нации, то теперь она знамя борьбы за национальный суверенитет. Суверенитет народов выбросила Запад. Задача рабочих и коммунистических партий поднять знамя борьбы за национальный суверенитет и понести его вперед. Вот эта сталинская мысль в нынешней ситуации чрезвычайно актуальна. И мне кажется, что именно вот эту сталинскую мысль надо тоже поднять на знамена и активно эту мысль пропагандировать, в том числе и во время избирательной кампании. Дальше. Проблема партии спойлеров. Катастрофическая проблема. Не находя реальных способов борьбы с КПРФ, идет просто повальное создание всех этих, я не хочу просто ругаться, совершенно омерзительных псевдопартийных структур, наполненных просто негодяями, которые в прямом смысле, как иуды, за 30 серебряников готовы продать не только собственную душу дьяволу, но и свою мать родную. Вот с такими негодяями надо бороться, причем бороться на всех фронтах. И последнее. Мне кажется, что надо здесь вот активно сейчас заниматься пропагандистской работой и на историческом фронте, и на политическом фронте. В этом смысле канал «Красная линия», на мой взгляд, делает чрезвычайно много. Но здесь надо все-таки, как мне кажется, активизировать борьбу за расширение аудитории этого канала, прежде всего в YouTube-пространстве, потому что подрастающее поколение, оно сейчас все-таки черпает информацию не столько из телевизора или радиоприемника, а прежде всего из интернетовских источников, то есть социальных сетей, YouTube-канала и так далее. И консолидировать вот на этом важном направлении пропаганды идей социализма, борьбы с очернителями нашей истории, как можно больше здоровых сил, которые пользуются авторитетом и поддержкой всех слоев нашего общества, и особенно молодежи, потому что здесь в данном случае надо делать ставку на молодежь. И последнее. Может быть, я не лезу как бы, лезу, вернее, не в свои, так сказать, дебри, но тем не менее, мне кажется, что важным обстоятельством, когда КПРФ пойдет на выборы, надо будет создание не просто правительства народного доверия, а утверждение его персонального состава и оглашение этого персонального состава. Потому что наш избиратель в основной своей массе никаких программ не читает, сути этих программ не понимает, разницы во всех этих вот нюансах не видит. Он ориентируется, как правило, на физиономию, на имя, на его, так сказать, раскрученность и так далее. И вот это вот традиционное для нашего общества понимание, что такой избирательный процесс, мне кажется, надо использовать. Если мы выставим, коммунисты выставят и скажут, что правительство, ну, условно, я оговорился, да, правительство России условно возглавит Молотов, министром странных дел будет Вышинский, а наркомом внутренних дел Берия, то люди скажут, вот за это правительство мы пойдем голосовать. Спасибо.